Расскажите, пожалуйста, о природе сна. Сон как раз-таки нужен для того, чтобы человек вышел в собственную реальность. Его подсознание раскрывается. А в астральном плане всё логично, там всё происходит. Это говорит о том, что там возможностей больше. Вещи, тип сознания или вещи и сны, когда из прошлого или из будущего человек может увидеть во сне. Вообще, в медитации, когда вы находитесь, считаете, что ваш йогический сон — это ваша медитация. Когда ум спит, эго лично спит, а вы бодрствуете. Вот тогда всё случается. Добрый день, мастер! Сегодня мы хотели бы поговорить о такой теме, как сновидение. Ведь каждый из нас проводит достаточно большую часть своей жизни именно во сне. Но где мы находимся в этот момент, для всех огромная загадка. Расскажите, пожалуйста, о природе сна. И где мы всё-таки находимся, когда мы спим? Когда человек засыпает, это то волшебное время, когда он выходит за пределы влияния матрицы. Собственно, сон как раз-таки нужен для того, чтобы человек вышел в собственную реальность, в объективную реальность, за пределы влияния матричного принципа. Ну, вы знаете, что такое матрица, да? То есть это система, которая, по сути, работает на физико-ментальном плане, где всё выстраивается согласно определённым принципам. Туда же входит и астрология. Когда человек живёт, он находится под влиянием этих воздействий. И вообще существует очень множество воздействий, доастрологических воздействий. Они связаны с менталом, астралом и физическим миром человека как целое. То есть эти воздействия сразу на всех уровнях происходят. И когда человек набирается информации об этом, когда он получает впечатление в течение дня, он постоянно находится во взаимодействии, мозг постоянно сканирует всё. То есть он находится в этом постоянном сопряжении с этой матрицей, с этим миром, образно говоря, да, невидимым. Да и видимым тоже. И набравшись впечатления, он устает. Ему нужно как-то сбросить эту информацию. Отработав определённые программы, он должен освободиться от них. Тогда он засыпает. И когда он засыпает, у него наконец-таки возникает возможность выйти за пределы влияния этого матричного принципа, где душа наконец-таки осознаёт себя. Таков закон. Это ловушка на самом деле. Ловушка, которая выстроена архитектором. Силами космической иллюзии. Когда человек засыпает, остаточные переживания вот этих вот влияний матричных, они, оседая в подсознании, могут подняться. В момент, когда человек выходит за пределы вот этого вот активного, скажем, проживания, его подсознание раскрывается. Мозг уже не работает так, как раньше. Соответственно, нет связи, нет сканов, нет вот этого анализа и так далее. Раскрывается подсознание. Я сейчас просто очень просто объясняю, без того, чтобы всем было понятно. Когда его подсознание раскрывается, вопрос для чего? Оно раскрывается для того, чтобы освободить себя или освободиться от этой программы, от этих вот негативных, позитивных, разных-разных уровней. Но остаточные явления этого всего могут выраженно быть как сон. Вы заметите, люди в основном, когда они какой-то сон видят, переживания, происходят события, они переживают этот сон, но они не управляют этим сном. Единицы людей, которые иногда попадают в более духовные фазы или сферы, где они могут что-то предпринять в этом. Это зависит от уровня сознания, зависит от того, насколько он медитировал и добился чего-то. Зачастую люди, они видят сон, видят события, но не управляют этими. Это говорит о том, что они в бессознательном находятся. Они просто находятся среди этого всего хаоса. И, как правило, сочетание этих событий, перемешивающихся между собой, оно очень причудливо. Это бывает... Это вообще даже не описать. Поэтому кажется, что именно в этих состояниях, в этом переживании все очень логично, все понятно. Как правило, да? Но когда человек выходит из этого, его ум включается, а там все строго, по полочкам, ум сравнивает, так быть может, а этого быть не может и так далее. И он говорит, нет, так не должно быть, это неправильно, это алогично. А в астральном плане все логично, там все происходит. Это говорит о том, что там возможностей больше. Но я к чему это хотел сказать? Остаточные явления вы можете видеть, и люди, которые находятся на уровне, скажем, сновидения, находятся в переживающей сновидении, находятся в этом сне, они этим не управляют. Они просто видят события. Эти события рождаются из подсознания. Да, бывают моменты, когда люди проваливаются в глубокое духовное состояние, но не переживают его осознанно, и они могут видеть астральные события, но также не управляют этим процессом. Это говорит о том, что есть смешание, смешение без сознательного, а туда и входит и астральный план, то, что базируется, или, скажем, собрано как база в человеческом подсознании, либо то, что уже связано с астральным миром, что, в общем-то, тоже имеет связь с подсознательным миром. Люди этого не осознают. То есть они не могут управлять этими событиями. За исключением тех редких случаев, когда человек осознан, но это просто в силу его уже духовного роста. Не всегда, но часто. У людей, которые занимаются медитацией, у них часто бывает осознанное астральное пребывание. Мастера вообще стоит стремиться к осознанным сновидениям? Ведь есть и тибетские, и мексиканские техники, именно посвященные осознанным снам. Я с этим был бы очень аккуратен и осторожен, потому что все техники, которые сейчас даются, насколько я вот посмотрел, есть так называемые школы осознанных сновидений и так далее. Они, как правило, учат людей выкатываться из тела, образно говоря. Но это ведь все низшие астральные планы. То есть речь идет о том, что сознание человека, допустим, в обычной жизни, обычного человека, которому интересно, оно приковано к Манипура, Сватхистану, Муладхару, Чакре. То есть это пребывание нашей души вместо сознания. Сознание и душа — это одно и то же, считайте. Сознание человека там находится. И если вы выходите через эти планы, куда вы попадаете? Вы попадаете в низший астрал. Выйти в духовный мир можно тогда, когда вы как минимум до сердечного центра доберетесь, очистив сердечную чакру, избавившись от того, что называется обида и так далее. От нелюбви избавившись, вы можете выйти в духовный мир. Поэтому райские уровни начинаются с сердечного центра, с мира любви. А все остальные школы, они опасны в этом смысле. Поэтому я не рекомендую. Заниматься для того, чтобы научить себя каким-то образом осознанно реагировать за пределами, скажем, ума и всего остального, было бы неплохо, но для этого есть медитация. Медитация позволяет человеку войти в сферу духовного мира и выйти на ту сторону. Если мы говорим о том, что человек просто вышел из чакры через какой-то центр, это опасно. Поэтому я не рекомендую эти техники и практики. Но есть случаи, где люди получают магические даже удары из-за этого. Потому что вокруг, в тонком плане, на обычном уровне, вот вы живете, а между вами, среди вас или рядом с вами находится огромное количество существ, которые заинтересованы в том, чтобы использовать вашу духовную силу в своих корыстных целях, интересах. То есть здесь не дружелюбные существа только. Есть еще и другие, но есть в основном те, кто не дружит с нами. Они, как правило, рядышком. И зависят от уровня сознания и от чистоты сознания. И теперь еще такой момент. Когда может человек, допустим, научиться чувствовать, осознавать себя за пределами обычного, человеческого, ментального, когда он может научиться себя осознавать во сне. Тогда, когда он постепенно развивает качество, и его мозг становится управляемым. Когда вы входите в состояние медитации, глубокой концентрации, медитации, и вы учитесь в этом состоянии осознаванию. И вот это позволяет вам в астральном плане, где бы вы ни были, быть осознанным. Я уже говорил, что есть две причины, почему человек спит. Первая причина – это то, чтобы снять вот эту информацию, избавиться от нее, потому что это очень большая нагрузка, даже за сутки, ну, за день, допустим. И вторая причина – это то, что ваша душа должна уйти в сверхсознательный мир, когда вы не мешаете. Она по центральному каналу поднимается, согласно закону, и встречается с божественностью, обретая постоянно, имея связь, обретая новые программы, образно говоря, она получила это впечатление, она возвращается. Возвращается, к сожалению, согласно тому кармическому уровню или закону, который ее удерживает в этом. И задача – вознестись душой. Вот к этому ведет йога. Когда человек занимается духовной практикой, он возносится. Постепенно его сознание поднимается. Оно возвышается. И вот это возвышенное сознание уже тогда на фоне возвышения обладает степенью, позволяющей человеку общаться со всеми мирами уже на более высоких уровнях. И низшие уровни, скажем, да, адские миры для него уже не являются страшными, потому что у него прямая связь с духом. Это все покрывает. Это все, как говорится, превращает в один свет в конечном итоге. Это и есть адвайта. А скажите, имеет ли смысл толковать сны? Ведь мы все сталкивались с таким понятием, как вещи и сны, которые потом реализуются в пространстве и времени. Нужно ли толковать сны, пытаться понять их смысл? Стоит ли пользоваться сонниками, которые сейчас так популярны? Есть несколько типов сознания. Есть различные эффекты или, скажем, аспекты этого сознания. Но, проще говоря, несколько типов сознания, которые несколько типов людей, которые обладают определенным качеством. Первое качество – это то, что человек может видеть вещи и сны. Это высокий уровень. Зависит от его духовного роста, от его прошлых деяний. Второй тип сознания – это человек, который видит информацию во сне на основании прошлого. И такое тоже считается продвинутым человеком духовным. достаточно. И третий обычный тип сознания, когда сегодня событие какое-то прошел, и он во сне уже его видит в причудливых формах. То есть, сны, которые вы называете вещами, которые идут из пространства вещьего леса, образно говоря, вещи лес. То есть, это тысячи, миллионы, миллиарды, я не знаю, всего, что существует сразу здесь, сейчас. Из этого всего вычленить что-то, что связано с вашей дорогой дальше, или продвижением духовным. Это требует духовного уровня. А в основном люди, конечно же, опираются на какие-то архетипы, которые срабатывают. И я хочу сказать, что нужно быть очень аккуратным, потому что сонники, о которых вы слышите и знаете, зачастую они пишутся непонятно где, непонятно кем, точнее, понятно кем. Это система управления, это программирование людей. Но действительно, для каждого человека есть своя конкретно, скажем, какая-то таблица и шкала, по которой он может делать выводы. То есть, например, он увидел какой-то образ кого-то или животного, это будет так-то или так-то. У каждого свое. Что-то совпадает. Да. Если во сне, допустим, увидел ворону черную, что это значит, к чему это? Белого волка увидел. Это все связано с архетипами людей. Это связано с его бессознательным миром, и поэтому нужно наблюдать. Вообще, как сонники писались. Они писались продвинутыми мистиками в свое время, я так буду их называть, которые наблюдали за событиями и как-то это записывали, как-то это оценивая, в той или иной степени фиксировали. Каждый человек должен этим заняться, если он хочет, конечно. Но опять же, сколько времени это займет, и сможете ли вы это правильно все сделать. И потом этот сонник будет только вашим. Поэтому те сонники, которые сейчас в интернете, тем более, это бессонники. А скажите, вот многим людям во сне снятся святые люди, мистические существа. Многим снится сатя-сай-баба. Многим снитесь вы. Что вы можете об этом сказать? Значит, все так называемые деятели духовного мира, которые снятся, они не имеют веса или значения серьезного. За исключением сатя-сай-баба. Когда вам снится сатя-сай-баба, знайте, когда он приходит в своем конкретно образе, в той одежде, в которую он приходит, как правило, мы его знаем, в этой духовной его одежде, цвета матери божественной. Либо цвета гуру, это желтый цвет, либо синий, как аспект Шакти или Шивы. То есть, если сай-баба приходит, и вы понимаете, что перед вами сейчас сатя-сай-баба, это необъяснимое особое ощущение восприятия. То есть, вы в этот момент понимаете, что вы не спите и знаете, что это не было сном. Это называется интервью. Когда баба приходит, это не сон. Когда приходят высокие духовные мастера, зачастую это бывает не сон. но бывает, что это просто сон. Просто человек настроился на эту волну, он увидел что-то, и он в этом, как правило, очень плохо осознает себя. Но бывает так, что мастера приходят, дают задания, команды, помогают, реализуют, могут утешить, зависит от многого. Да, такое есть. Но если сай-баба приходит, это всегда не сон. Это всегда реальность, это всегда разумность, всегда высокая осознанность. Баба говорит, что меня никто не может представить. Никто не сможет мой образ, как говорится, одеть на себя и прийти как волк в овечьей шкуре. Такого не будет. Потому что это очень высокая величина, очень высокий уровень, и это невозможно просто. Поэтому люди, которые видят сай-бабу, они всегда переживают какое-то особое состояние в этот момент. Они знают, что это не было сном. Там внутри понятно, что это реальность. Это намного реальнее, чем физическое наше общение сейчас. Зачастую, когда мы общаемся, например, сознание людей, мастеров многих, оно занимает очень большое пространство. Вы замечали, когда беседы с такого рода людьми, мастерами реализованными, они, как правило, выглядят таким образом. Человек задает вопрос, мастер сидит, рассказывает что-то, но он как будто не здесь. Он рассказывает, как будто он не хочет рассказывать. На самом деле он хочет, но просто он очень объемный. И бывает так, что я замечал, что даже как будто бы не отвечает на вопрос. Вроде он отвечает, вроде бы нет. Он отвечает как-то непонятно. Архетипы пробуждаются, всплывают. Всплывают какие-то очень странные ответы иногда бывают зачастую, которые непонятны на первый взгляд, не логичны, а логичны. Это говорит о том, что этот человек не здесь. Он не присутствует здесь. Но вместе с тем он и присутствует. По-разному. А вот что касается тех случаев, когда к людям во сне приходят умершие родственники, которые о чем-то просят. Как понять, это они или какие-то другие сущности? Зачастую это другие сущности. Зачастую. Процентов на 90 это другие сущности. Просто духи стихийные или ментальные, они знают, к чему вы или к кому привязаны. И чтобы войти с вами в контакт, они обретают форму. Ну, или форму, а образ берут на себя вашего родственника и говорят, о, папу встретил, маму встретил, или еще кого-то. А нас или он сказали там то-то, то-то, то-то. На самом деле, зачастую это стихийный дух. Им нужна энергия? Им нужна энергия, они через это пытаются войти. Это спиритуализм. Они через это пытаются войти с вами на контакт, выйти, получить вашу энергию. Когда люди привязываются. У меня несколько случаев есть разные люди, когда женщины в основном они медиумической способности больше обладают. Говорят о том, что они общаются со своими умершими мужьями или очень близкими людьми. И в конечном итоге я их предупреждаю о том, что это неправильно, это не то, на самом деле это не они. Но людям очень тяжело от этого избавиться, отказаться, как это так, есть привязанность. Более того, на той стороне в нижнем астрале предлагают уже контракты различные и так далее. То есть я реально несколько раз, даже не один, не два, а очень много раз, пусть это будет несколько, был свидетелем того, что людей на крючок ловят таким образом. Но в реальности это не они. Поэтому же мастер Иисус сказал, если я перед вами встану, не верьте, но проверьте меня. В ведах сказано, что, допустим, демон, который может любой образ принять, кроме Сайбабы. То есть как проверить? Ну, проверить нужно сердце чистое иметь, сознание, поэтому же нужно заниматься медитацией. Либо есть определенные вопросы. К примеру, больше трех раз он не может ответить неправду. Ты задаешь ему вопрос, он говорит, допустим, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут так-то. Ты задаешь снова, как тебя зовут? Он говорит, я же сказал, меня зовут так-то. Ты третий раз задаешь вопрос, третий раз он уже не может ответить. Он ретируется. Либо есть еще информация о том, что они не могут превратиться в корову или голубя. Одна женщина мне задавала вопрос, она говорит, я вчера встречалась с мастером Иисусом, он сказал то-то, то-то, то-то сделать. Вам передать просил, чтобы вы сделали то-то и то-то. Я говорю, в чем он был одет? Она говорит, ну, в чем он был одет? Как обычно, роба, ну, все из того времени. Я говорю, на ногах что было? Ну, на ногах такие сандалии были у него. А на самом деле Иисус не стоит на земле, когда приходит на земле. Он не обут, он в воздухе парит. Когда образ приходит, он приходит либо в виде бюста, но если он в полный рост, то он, как правило, земли не касается. Это возвышенное существо, высочайшее существо. это божественность, поэтому сандалии он не будет носить. Но это один из таких способов, как определить. Это просто один пример. На тот момент это вот так было. В каждой ситуации индивидуально. Все нужно через сердце пропускать. В том-то и дело. Поэтому сонники, к примеру, возвращаясь к этому же вопросу, если вы что-то чувствуете, что да, с этим связь есть, все равно наблюдайте, проверяйте. У проведения, у судьбы огромное количество вариаций. Вариабельность бесконечна. Даже сам Шива говорил, что время покажет. «Мы действуем так-то, так-то». Шива Пурана, почитайте, посмотрите. Он говорит, что проведение само решит. Есть то, что над этим находится. Вы понимаете? Бог Шива, творец этого мира, фактически тот, кто в себе вмещает все. Даже он говорит о проведении и о времени, которое само по себе решает. Значит, есть что-то выше. Ассати Саи Баба и сказал, «Я есть властелин времени. Я есть время. Я решение принимаю». Почему люди некоторые не понимают Саи Бабу? Потому что он иногда очень противоречиво поступает. И когда собираешь информацию, для одного он говорит «Да», вот тут же рядом говорит «Нет». Это разные события, разные процессы, которые запускаются. Нельзя так воспринимать. Випхоти, который он материализовал, он дает человеку, этот человек делится, он говорит «Это только тебе». Потому что в этом Випхоти именно та программа, которая нужна. Если Баба разрешит поделиться, то да. Тогда меняется программа. Все сразу же, мгновенно все меняется. А вот возвращаясь к вещам снам, скажите все-таки, может ли человек в сновидениях видеть будущее или прошлое? и может он увидеть свои прошлые жизни? Я же вначале сказал, что существует три типа сознания. Обычный тип сознания это то, что сегодня было, во сне увидел. Второй тип сознания это то, что в прошлом далеко было, может быть и прошлые жизни, элементы, тогда он видит это в каких-то событиях. И третий это вещий, тип сознания или вещи сны, когда из прошлого или из будущего человек может увидеть во сне. Как правило, такие сны это редкость для людей обычных, то есть это мастера только владеют этим, потому что чистое сознание. Вообще владеть могут все, но не все хотят. Но это не цель, это просто результат вашего духовного роста, вашей духовной практики, вашей медитации. Вообще в медитации, когда вы находитесь, считайте, что ваш йогический сон это ваша медитация, вот тогда все случается. И конечно, отвечая на вопрос, вы можете увидеть прошлые жизни, если они очень важны для вас. Как правило, значимая прошлая жизнь, ну или значимая часть прошлой жизни может быть человеком увидена. Но опять же, на сегодняшний день я встречаю людей, которые так легко видят прошлые жизни. Это обман. Реальный обман. Элементарно даже посмотреть астрологию этих людей, у них даже качеств этих нет. Понимаете? Но они почему-то видят. Особенно женщины, будьте аккуратны с тем, чтобы не впадать в эмоциональное составляющее или состояние, где вы на эмоциях видите, решаете, трансформируетесь и так далее. Может быть, это и неплохо. Эмоции, они помогают вдохновить себя и других, да, но не обманывайтесь. В конечном итоге нужно трансформировать все это, нужно осознавать все это. поэтому, если вы хотите правильно идти по пути, всегда включайте еще и сознание свое. Надо обязательно проверять все. Очень важно, чтобы не ошибиться и другим тем более не помочь впасть в эту ошибку. Спасибо, мастер. 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 Мастер.